всем привет всем добрый день мы пошли гулять до пошли гулять соня решила подышать свежим воздухом сабрина уже с утра постиралась и развесила я просто не даю в трок норе сушить как на улице шикарная погода но хотя сабрина конечно с удовольствием бы лучше в трок на закинула и чем на улице сушить это же надо развесить все потом все собрать потом погладить строк нора короче говоря удобней ну что девочки посмотрим мои цветочки розочки от свели но уже начинают по второму кругу колеса кстати вот колес начинает цвести чтобы он свой цвет не потерял нужно этот нам же семена не нужны не нужны это нужно оторвать куда жорко делся жорик иди сюда в общем бегонии в этом году шикарные не меня прям радует у всех уже отцвел лук вот этот у меня еще должен зацвести я так понимаю в общем надеюсь смотрите бархатцы у меня полностью все сожрали слизняки жорко гуляет у меня смотрите у меня вот это вот композиция так разрослась так разрослась мне может быть ее нужно рассадить но сейчас на у меня сейчас совсем нет времени а вот этот прям смотрите какой шикарный да это монетный монетный вербейник да по моему так называется он прям шикарность смотрите как он дальше пошел всю традисканцию даже мне заплел даже традисканция с ним не справляется я его буду рассаживать естественно на свои камни мне посоветовали на камни на мои но на забор короче их его рассадить уже в принципе можно немножко его отсюда убрать жорочка жорик жорик ты что-то мальчик мой ищешь лишь бы куда-нибудь или что-нибудь сделать но про гортензии я уже говорила что в этом году они у меня просто шикарные и вообще даже когда по дороге едешь смотришь на гортензии они правда все такие шикарные так кто-то мне говорил столько цветов покупала и цветов не видно ну как не видно вот они все и вот растут и вот здесь тоже он растет в этом году просто гортензия все заполонила вот эту травку я периодически подстригаю убираю она очень быстро разрастается чтобы сильно много не было я ее постоянно выдергиваю куда мы собираемся сквозануть соню ты куда ну-ка быстро сюда у нас красная линия где ну-ка быстро домой возвращаемся пошла вообще непослушные дети мои все пошла и в кучу собирать но вот вам и горшки которые подвесные которые говорили мне что не будут они держаться на этих крючках держится все прекрасно держится один я просто сама сняла ну потому что вот там бегония как-то себя плохо чувствовала может быть отойдет я себе заварила чай поэр кто меня спрашивал какой он на вкус я в принципе написала но ответила на комментарий что в принципе вкус у него нормальный как крепкий чай может быть какой-то минимальный но такой какой-то привкус имеется но он в принципе по вкусу как обыкновенный черный чай я он ничем ну пахнет просто чаем черным поэтому я не вижу никаких здесь таких резких запахов мне кстати карина сказала что мне когда-то давно саша пил чай поэр не от фирмы от у меня сказала я ведь даже не знают какой фирмы она где как-то раньше ну как-то один раз горит попробовала он у него горит такой резкий запах и пить его практически невозможно нет этот можете спокойно пить девочки уже много человек заказывали чай поэр уже многие его пьют некоторые даже мне сами писали про этот чай когда я еще не знала что такой чай существует и я потом искала информацию ну искала можно ли у нас заказать на европейском сайте этот чай или нет и заказывала так что кто его уже давно знает и давно им давно его употребляет пишите пожалуйста в комментариях ваш отзыв но для меня он практически ничем не пахнет на вкус он как черный чай шея последнее время какая-то охрипшая нет никакого вкуса который мог бы ну ярко выраженный который мог бы не понравится в принципе все нормально но мне просто напросто интересно еще отзыв о тех девочек которые уже давно его принимать я его я с ним между прочим только познакомилась для меня это в принципе новый продукт я никогда его раньше мои хорошие пойдемте домой идем домой сонечка вот эту герань выкину ой сонят и травку хочешь у тебя сегодня салат по плану правда все не не понравился и салат вот эту герань которая многолетняя выкину мне на совершенно не нравится как чё попала стоило между прочим прилично я сегодня получила русские каталоги я специально заказала вот у девочки было 9 чтобы наличие она все 9 штук мне их прислала поэтому поэтому каталоги я буду распределять так только тем девочкам которые хотят развивать свои ну свои линии которые хотят развивать свой аккаунт потому что им это нужно для работы не просто там кто-то чтобы один раз посидел полистал и потом его или выкинул или отложил в сторону он вам просто-напросто не нужен будет ну разные же люди есть а есть те которым это как бы необходимо для работы меня например когда что-то спрашивают кстати насчет кофе можно здесь тоже почитать меня еще раз просили насчет кофе что это обычный кофе или какой-то оздоровительный я не знаю я еще сама не читала у меня еще в принципе не было на это времени но мне самой интересно я потом сяду но наверное вечером здесь эти вот про все маски про все гидромаски россии про skin booster все описывается как им правильно пользоваться его преимущества что для него еще нужно как это все поэтапно использовать поэтому это такая информация именно для тех девочек которые потом должны будут отвечать на ваши вопросы на ваши интересующие вопросы немецкие каталоги тоже мне уже выслали они тоже в дороге я не знаю сколько там придет 7 или 8 штук ночью они тоже в дороге поэтому как придут я вам тоже скажу и те девочки которые уже переоформили у меня свои аккаунты под бизнес аккаунты я думаю вам надо будет сто процентов вам надо будет пишите мне я буду вам высылать наконец-то пришла моя долгожданная посылочка с цифрами стрелочками часовыми механизмами но сейчас проверю все что мне надо ну посчитаю ну хотя чё считать люди конечно все правильно положили чего сколько я заказывала но все теперь скоро вы увидите мои новые часы не у меня теперь уже будут на завершающем этапе разбираю посылку и смотрю мне здесь даже подарочек положили я не заказывала такие подсолнухи но кто мне вчера написал в комментариях часы будут желтые не от часы вот не желтые но подсолнухи теперь точно будут где-нибудь в желтых или бежевых часах но я посмотрю конечно как будет подходить за подарок конечно огромное спасибо хотела с вами поговорить на улице у нас и на улице жарко 30 градусов но погода такая короче я люблю такую погоду для меня лучше когда жарко чем когда холодно хотела усесть свое кресло качалку и спокойно там посидеть покачаться и с вами побеседовать но у нас там на улице соседи загорают и они немножко вот такие шумные да как говорится немножко шумно на улице поэтому я решила с вами ну ладно посижу в зале давно уже здесь с вами не болтала это орхидея искусственно я сразу отвечаю на комментарии которые могут быть должен быть как я сажусь в этот уголок не обязательно хоть один человек но спросит там не орхидея настоящий нет орхидея у меня искусственно о чем я хотела сегодня с вами немножко поговорить ну немножко так разъяснить ситуацию сейчас не очень много поступает комментарии что ты делаешь что ты так похудела мне пишут и на одноклассники мне пишут и на ватсап но в приватной сфере и я объясняю то одному то второму думаю ладно я немножко так расскажу в принципе у меня нет такой цели у меня нет такой цели чтобы похудеть похудеть я конечно хочу я похудела уже на многое уже похудела на 10 килограмм и это с какого периода девочки кто скажет что для меня это не была такая цель похудеть с какого периода я начала смотреть но за питанием что я ем сейчас между прочим я включила масло свой рацион и утром я завтракал кусочек там хлеба или хлебца с маслом и сыром в зависимости что я сегодня что сегодня хочу ну с кофе мы так как бы обязательно раньше я вообще никогда не завтракал и это было моей большой большой ошибкой завтракать надо обязательно так когда я это начала в январе месяце я была у врача в январе месяце я сдавала анализы и вот анализы у меня показали там кое-какие результаты у меня были ну скажем но не совсем плохие не скажу но были скажем так не очень я решила заняться правильным питанием чтобы улучшить свои показатели но показатели печени сахар у меня в норме но я как бы сладкая совсем практически не ем очень-очень редко это я могу съесть только очень-очень вкусный хороший тортик ну просто обыкновенные пироги даже которые я вот пику ну чтобы володе было с чем поесть полакомиться скажем так вечером я их не ем я могу попробовать перед камерой но я их практически не ем я люблю что нибудь вкусно тот торт который я делал последний раз лебединый поп он очень вкусно я его ела кстати один день даже я им завтракал у нас следующий день так получилось поэтому ничего особенного и не делаю с тех пор как я познакомилась со спирулиной это час не реклама и я не говорю что спирулина это дорога похудеть нет мне помогает спирулина тем что она создает наверное скорее всего объем в желудке и я очень долго не хочу есть скажем так я когда пью спирулина утром как я всегда говорю с двумя стаканами теплой воды две капсулы спирулина от фирмы от томи и затем я где-то наверное через час завтракаю выпиваю свои две чашки кофе съедаю бутерброд там сыром с маслом колбасу не ем колбасу не и затем у меня время такое когда я работаю займу в основном такими дима домашними делами я с утра не занимаюсь меня на это просто времени нет у меня очень много моей основной работы на которой я как тот на которой я работаю на которой я зарабатываю я сначала делаю свои заказы покою распечатываю этикетки все такое сейчас еще прибавилось мне еще одна работа который тоже мне занимает очень много времени с регистрации с посылками заказами и всем прочим и поэтому я обедаю где-то наверно часа но в два-три раньше обедала всегда где-то по 1 я уже прям есть хотела просто ну была голодна сейчас нет меня это вкус чувство сытости продлилась на дольше скажем так затем сейчас я еще пью чай поэр я не знаю говорят что чай поэр он для похудения он добавит лишнюю жидкость в организме но не знаю я заказалась для упаковки я его пью субрина кстати между прочим тоже когда я начала принимать спирулину потом через какое-то время чай поэр и вот я себе еще приготовила яблочный стик но это прям идеально во-первых это очень вкусно это очень вкусно это как знаете как желатинки это желатин и здесь с яблочным экстрактом здесь полностью натуральный продукт кстати про кофе я тоже прочитала часто тоже зачитаю полностью натуральный продукт здесь содержится средство которое удаляет жир с внутренних органов если вы делаете к примеру липосакцию то вам жир убирают наружный жир да ну как подкожный жир вот так будет правильно рассказать с внутренних органов жир никто не убирает и вам его надо все равно куда-то девать вот при помощи ну как говорит производитель что вот от этих яблочного финала я вот эти вот стики с яблоком яблочный финал называется я заказала себе в корее одну упаковку карине одну упаковку себе еще одна упаковка идет в другой посылке то которая уже очень долго идет еще не дошла стоит на таможне в принципе уже очень долго стоит на таможне мы ее уже всех ждем не дождемся когда же нам я не знаю нас яблочный финал начала принимать но где-то когда я получила корейскую посылку посылку из кореи но с этого дня я и начала его принимать по два стика в день и в общем вот вот за этот весь промежуток это где-то получается недели три я принимаю спирулину неделю наверное яблочные стики и чай поэр я похудела за это время на 3 килограмма в общем в общей сложности я похудела на 10 килограмм меня спрашивают а какой у тебя сейчас вес и насколько ты похудела похудела я на 10 килограмм это у меня такой результат но знаете вот в этот раз мне далось похудение довольно таки очень легко прям очень легко я бы сказала меня только наверное первую неделю может быть чуть меньше недели сильно болела голова когда вот вы переставляете свое питание убираете хлеб там жирные продукты оставляете только творог фрукты не первое время даже не было фруктов но фрукты у меня сейчас есть я и убила перед свой рацион когда у тебя только там овощи мясо мясо я сама по себе не очень сильно люблю поэтому но я его редко ем поначалу я у меня мясо было каждый день и замороженные овощи у меня были тоже каждый божий день сейчас они мне надоели поэтому я сейчас налью себе тарелку борща но и наверну ее там меня в принципе кривы картошки и капусты и в общем я находится курином бульоне курица там было очень-очень мало на корочках я варила было мало поэтому бульончик не жирный в принципе чуть ли не диетический вот и с этого вот с этого момента я сказала я похудела еще на 3 килограмма когда мне спрашивают какой у тебя вес я сейчас говорю что я еще не достигла того веса который бы я хотела я буду дальше идти к своей цели ну цель у меня так таковой нет я могу вовремя остановиться я бы могу вовремя остановиться мы посмотрим как это будет вдали дальнейшем продвигаться если я поначалу не отказывалась полностью хотя я сладкая вообще в принципе не люблю но иногда например конфеты когда шоколад или конфеты от лент я люблю например склеить одну там ну или две конфетки поначалу я это не делала сейчас я это все ввожу все в рацион все это у меня есть но но весом потихонечку продолжает поэтому я так немножко ответила на на эти многочисленные комментарии кстати мне сейчас опять пришел такой комментарий на одноклассники прямо на чуть ли не запугивающие знаете и я уже при вашем боюсь есть такие случаи когда я знаю что когда я начинала вести канал на тот момент конечно мне никто не предлагал продать канал но был у нас один канал он был такой раскручены кулинарный канал по моему не помню как называется как то или и мариночки и ночью карте гаврия не помню как он точно назывался в общем у неё канал хороший раскручены с хорошими просмотрами с хорошими просмотрами и на тот момент у нее канал украли просто напросто украли она вечером заходила а утром же просто напросто не смогла зайти в свой канал и меня уже что-то начали вы так знаете запугивать я вам сделаю скриншот да что такое муха откуда-то залетела, летает здесь. Сделаю вам скриншот. Девочки, если вы у меня сказали, что-нибудь случится, у меня канал будет называться также Будни с Татьяной. И я, естественно, сделаю канал. Ну, или перейду на свой кулинарный канал, но я его потом переименую в Будни с Татьяной, чтобы вы меня не начали. Знаете, я так на всякий случай. Думаю, надо подстраховаться, что-то меня уже начали потихоньку запугивать. Сделаю вам скриншот, покажу. Ну, чтобы это было как бы не голословно. Ну, все. Пошла дальше заниматься делами. У меня на обед сегодня борщ. Ну, я наварила, видите, сколько борща. Поэтому мне еще на сегодня, еще, наверное, на завтрак хватит и мне, и Володе. Но Володя, он вчера все мясо он вчера уже съел. И сегодня будет борщ есть с сосисками. А я мясо не ем, сосиски тоже не ем. Поэтому у меня просто борщичок. У нас сегодня прям парит. Уже начала собирать помидора. И думаю, сниму-ка я вам. Мне вчера написали такой комментарий, что балконное чудо так себе. Смотрите. Вот это у меня балконное чудо. Этот помидорчик я уже оторвала. Оторвала потом, думаю, надо снять. Смотрите, какая ветка. У нас здесь прям согнулась. Ее нужно подвязать. Сейчас я это сделаю. И здесь вот дальше помидорки еще тоже, видите, растут. Вот это вот, видимо, не видено. Видимо, не видимо. А мне соседка, да, вот с этой стороны. Она с окна видит. Она наблюдала здесь за моей клубникой. Сказала, если у тебя клубника будет расти, я себе тоже посажу. Потому что клубника, говорит, это классно. Потом говорит, можно я, говорит, твои эти помидорки, вот эти вот маленькие, сфотографирую. Я говорю, сфотографируй. Я говорю, тебе зачем? Она говорит, я, говорит, покажу своим родителям. Я, говорит, помидоры сажать не буду. Это точно. Родителям покажу. Я говорю, ну, это я русские семена покупала. Ну, или украинские, я не знаю, какие. Вот, смотрите. Здесь тоже потом будут помидорки. Надеюсь. И вот, смотрите, я уже две палки ставила. По-моему, две. Анна, смотрите, какой мощный. Тяжело им важно держать. Надо еще подвязать. У нее уже просто палки все закончились, которыми можно подвязывать. Вот эти помидорки. Ну, все. На салатик набрала целую чашечку помидорок и огурчиков. Ну, все, девочки, собрала помидоры. Пошла готовить для Володи салат. На ужин у нас борщ. Ну, и сделаю салат и сосиски, как и говорила вам. Было сейчас пасмурно, опять выглянуло солнце. Ну, все, а на сегодня я буду с вами прощаться. Всем пока-пока и до завтра, мои хорошие. У меня прям глаза не открываются. Какое солнце выглянуло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok